Всем привет! Про это никто ничего не рассказывает и никто ничего не показывает. Не потому что они хотят, а потому что нихера не знают. Если давление на манометры воды упало до 1,5 бар и ниже, то значит у вас где-то в котле или в системе отоплевого помещения есть утечка. Ее надо находить, искать. Для этого надо перекрыть краны под котлом подача холодной воды, подача отопления, обратка, подача горячей воды. Все эти 4 крана надо перекрывать. Давление у нас 1,5. Давайте его поставим ровно на 2 бара, чтобы было видно, что 2 бара у нас в котле. Давайте подпитываем. Минутку сейчас подпитаем на 2 бар. Вот пошла подпитка. Сейчас 2 бара подпитаем и остановимся. Все. Останавливаем подпитку. Теперь мы видим, ага, тут 2 бара. Ровно 2 бара. Если вода упадет, меньше 2 бар, то это будет сразу заметно, потому что стрелка у нас стоит ровненькая, на двоечки. Все. Теперь нам надо подождать какое-то время. Подождать, ну, не знаю, на самом большом, я думаю, 15 минут можно подождать зимой. На это время вода не замерзнет, ничего не будет страшного. Но если будет утечка, то стрелка упадет чуть ниже 2 бар. И мы будем знать, что где-то есть утечка. Но раз у нас краны закрытые, то утечку надо будет искать, когда упадет стрелка чуть ниже 2 бар, где-то в самом котле. Потому что вода из котла не выходит у нас. А датчик манометра у нас находится в котле. Поэтому пока у тебя давление воды пока в котле. Когда упадет ниже 2 бар, то все, начинаем искать утечку. Если утечку не нашли, или уже зашли, или устранили, то тогда мы открываем потихонечку краны под котлом, если опять упадет давление ниже 2 бар, то надо искать давление в утечку воды отопительной уже в системе отопления. Репетика простая. Если упало ниже 0,2 бар, краны при этом закрыты, то утечку надо искать в самом котле. Если вода упала ниже 2 бар, когда мы открыли краны под котлом, то утечку надо искать в системе отопления отоплю помещение. Вот такая репетика. Все. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова